С главными событиями к этому часу в студии Олег Хатанзийский. Новости начинаются. Президент Владимир Путин провел заседание Государственного совета по вопросам совершенствования системы общего образования в Российской Федерации. Глава государства кратко подвел итоги национального проекта образования, стартовавшего 10 лет назад, и модернизации региональных систем общего образования, а также расставил приоритеты в дальнейшем развитии. В числе руководителей и субъектов заседания принял участие глава Нинецкого округа Игорь Кошин. Помимо итогового доклада к заседанию госсовета был подготовлен сборник успешных региональных практик, куда вошли проекты из 15 регионов страны, в том числе Нинецкого округа. Аркомитет по подготовке заседания госсовета особо выделил опыт НАО по взаимодействию с недропользователями и организации непрерывной системы обучения «Школа, ВУЗ, предприятия». Речь идет о Роснефть-классе в школе-поселке Искатели. Также в сборник вошли примеры сотрудничества администрации НАО с компаниями «Тоталь» и «Башнефть». Французская компания организует уроки французского и профориентационные поездки в Санкт-Петербург для старшеклассников 2-й Наринмарской школы. «Башнефть» закупает лабораторное оборудование для практического изучения естественных наук. Школьное образование в округе активно развивается, и об этом свидетельствует тот факт, что на работу в школы округа в этом году пришли 35 молодых педагогов. Значительно больше, чем в предыдущие годы, отметил Игорь Кошин. Однако кадровый голод по-прежнему очень остро ощущается в наших поселениях, поэтому необходимо усиливать профориентационную работу уже в старших классах школы. Об этом на заседании Госсовета говорил и наш президент, поэтому будем продолжать привлекать к образовательному процессу бизнес недропользователей, ведь это взаимовыгодное движение. Плюс крайне важно создавать доступную среду для учеников с ограниченными возможностями. Это одна из главных задач, которую я ставлю перед профильным департаментом на следующий год.